Приветствую настоящих электриков, профессионалов, радиолюбителей и всех тех, кто дома занимается электричеством и электроникой. Что вы видите перед собой? Да, вы видите индикаторную отвертку и розетку. При этом, ответьте мне на простой вопрос, можно ли с помощью индикаторной отвертки определять, где в розетке есть напряжение, а где его нет, стоит или не стоит это делать. Если вы ответили утвердительно, то я бы хотел вас поправить на лету. Не стоит пользоваться индикаторными отвертками для того, чтобы находить только ведущие части электрооборудования, в том числе и розеток, находящиеся под напряжением. Такая отвертка, даже электронная отвертка и даже профессиональная отвертка вас обязательно подведет. Подведет под статью или же может на больничную койку. Ну а теперь продолжим. Ответьте мне пожалуйста, сколько фаз в этой розетке? Я вас озадачил. Повторю вопрос еще раз. Сколько фаз в этой розетке? Сразу скажу, к вот этому технологическому отверстию подходит токоведущий провод, который называется линия и по нему подается напряжение частотой 50 Гц и 220 Вольт. И к этому технологическому отверстию подходит провод 50 Гц и 220 Вольт. Розетка сдвоенная. У нее есть два технологических отверстия, которым подведена одна и та же линия, в простонародье именуемая фазой. А здесь находятся те самые нули. Сколько здесь нулей? Два технологических отверстия, которым подведен один и тот же ноль, без заземления. А теперь, когда вы стали уже совсем такими умными, скажите мне, можно ли голыми руками взяться за две фазы? Хорошо. Давайте перефразируем вопрос. Можно ли двумя руками держать один и тот же провод, находящийся под напряжением? Очевидно, что такая ситуация может произойти, чего я вам не советую делать никогда, без специальных перчаток. Но все-таки, если вы двумя руками касаетесь проводника, который находится под одним и тем же потенциалом, большой опасности для вас нет. Опасность будет, если вы коснетесь того самого заземления или нуля, и в руках, в оголенных руках, у вас будет оголенный провод. Не дай бог, чтобы такое случилось. Но сегодня я вам покажу эксперимент, где я возьмусь за две разные фазы, и мне ничего не будет. Тут вы должны озадачиться, может быть даже заматериться, но лучше улыбнитесь. И так далее я покажу вам самое страшное. Я своими собственными руками возьмусь за две разные фазы, и мне ничего не будет. Вы скажете, что это невозможно, что я сошел с ума, что я дурак, показываю то, чего делать нельзя. Но! Давайте будем честными. Вот две фазы. А вот я держу их голыми руками. И мне ничего не будет. Сколько бы я не тусил в руках, и какие бы контакты я не зажимал, эти две фазы мне ничего не сделают. Почему? Ну потому что напряжение этих фаз, вот так наверное надо прочитать, всего лишь 1,5 вольта. И поэтому я прекрасно могу схватиться, даже зажать их вот так вот в кулаки и сказать, я держу две фазы в руках, и меня не бьет током. Это не удивительно, это просто забавно и весело. Почему? Ну потому что название этой батарейки фаза. Та самая фаза, угловая величина, которая определяет разницу между, ну это очень скучно, еще фазу измеряют в метрах, вы не знали. А еще фазу измеряют в разах, вы не знали. Ну вы же знаете, что в розетке одна фаза, а бывают розетки трехфазные. Три это что? Числительное, знаменательное или просто количество тех самых батареек, которые я держу в руках. Если вы подумали, что я взял и нарисовал название на этих батарейках, вот вам, удивитесь, пачка из-под них. Я действительно в руках держу две фазы, и меня током не дергает. Или как там еще говорят электрики? Ну они по-матерному выражаются, а я так себе позволить не могу. Но фазу в руках держу. Все, хорошего настроения, пока ребята. Субтитры сделал DimaTorzok